всем привет друзья сегодня у нас середина сентября и я хочу рассказать про очень часто вы спрашиваете план работы что нужно делать на груди в сентябре ну наверное мои работы и ваши работы на грядках будут отличаться не такие как у вас не такие как у меня потому что я выращиваю овощи для получения семян поэтому основная задача у меня идет на сбор семян то есть каждый день мы собираем спелые плоды собираем с них семена параллельно этому еще и пытаемся в свободное время и чуть-чуть убирать огород я расскажу вам про свой огород что же мы делаем вот активно сейчас собираем семена помидоры еще есть они зеленые растут плоды еще будут поэтому кусты еще не убираем когда ударят заморозки потом будут уже можно будет их убирать начали продавать хризантемы сорта которые уже зацвели продаем если кто-то хочет хризантемы в описании под видео есть почта пишите или в комментарии договоримся я отправлю даже почтой хризантемки начинают цвести есть интересные красивые сорта в сентябре также уже можно убирать сорняки вот здесь у нас был лук я тут уже скосил сорняки сейчас они подсохнут у нас были дожди грибу на кучку сожгу и можно будет мотоблоком перепахать землю когда это все уберется там останется только корни это все припыхается за зиму перегниет еще мы не собирали перчики и баклажанчики ждем пока они созреют нам нужны они для семен как видите у нас созревают они красные желтые оранжевые если вы не занимаетесь семенами то у вас такого не должно быть уже вы должны собрать и переработать ну мы держим чтобы собрать семена перчики так же само и баклажанчики ждем чтобы они стали мягкими поменяли цвет некоторые сорта в курсе когда надо их будет собрать то есть мы ждем для семена а вы тоже еще в сентябре не удаляйте кусты еще тепло будет видите перчик продолжает цвести еще какие-то плоды завяжутся ну даст бог заморозки будет не раньше середины октября у нас впереди еще месяц мы соберем урожайся какой-то даже огурцы мы еще не собрали на семена вот лежат они не убрали далее идем брички еще не копаем еще рано пусть они еще растут то же самое и с морковкой и с кормовым домбрячком еще ничего мы не убираем поэтому это все остается будем аж в октябре убирать сейчас сыра морковка еще подрастет вырастет и будет очень большой что вам еще хочу показать капуста кальраби тоже мы ее пока не удаляем она будет кроликом это уже переросшие мы такую не кушаем будет кроликом огурцы еще лежат здесь конечно где были огурцы заросли сорняки у нас это все буду косить на днях закончим с помидорами подгоним сбор семян и будем убирать сорняки те что поросли кабачки также семена еще не собраны все время занимают у нас как вы уже поняли помидоры хочу дойти до тыкс показать тоже сентябре мы их еще не убирали поздняя капуста тоже будет аж перед самыми заморозками как по погоде передадут заморозки тогда и будем срезать есть головы они еще растут амаранты вызревают еще у нас и тыквы как я уже сказал тоже еще как видите плети не высохли еще не чуть-чуть дозревает я несколько тыкс разрезал семена чуть-чуть не готовы надо ждать поэтому тоже ничего не делаем я так думаю что весь сентябрь я буду заниматься еще помидорами и убирать сорняки там где их можно убрать тыквы перец пока не трогаем это будет начало октября соя уже кстати поспела почти уже сухие стрючочки сейчас покажу вам это черная хоккайдо новый сорт очень полезно очень классно свой а потом отдельно про него расскажу наши амаранты они еще не созрели созревают тоже до заморозков их можно практически держать какая красота какие красавцы красавцы амаранты ну листья уже под устали уже темнеет бареют так сказать берут осенний цвет очень красивый сорт голова слона вот такие вот слоники как видите и вот такие вот тоже висюлечки амарантовая тоже есть такие капуста краснокочанная в этом году не сильно завязывает головы ну все-таки вяжет а цветная как видите есть будет цветная капуста ну что осень уже огород не такой яркий из-за дождей активно лезут у нас сорнячки с этим всем будем бороться да еще хотела показать отриколи очень крутая культура которая восстанавливает зрение вот такие вот ягоды очень лечебные отриколи постараюсь вам снять отдельные видео где расскажу про отриколи про его лечебные свойства и как его использовать ну и еще покажу вам свою гигантскую тыкву где-то 150 килограмм она выросла попробуем ее потом смесить вот такая в этом году тыква пострадала от дождей но все же выросла гигантская очень тяжелая несмотря то что кажется она не сильно и большой ну толстая там мякоть есть еще тыквы другого цвета я вам тоже в отдельном обзоре покажу белые грибочки и кстати много эти грибочки не только декоративные но их еще можно и кушать и вот тыква тоже гигантская и вот такой еще и сорт залезла сюда тыковка белое название расскажу тоже в отдельном ролике видите белые такие сплюснутые как тарелки и это атлантический гигант ну вот такое вот получилось видео про план работ на сентябрь то есть запомните самое главное в сентябре собираем урожай где вот такие сорнячки их можно вырывать косить я бензокослой косил то есть уже можно убирать огород готовить его к зиме чем раньше вы уберете тем раньше будете отдыхать а я с вами прощаюсь до новых встреч до следующих обзоров